Итак, цели моего сеанса. Я расторгаю все мои контракты сантимиром и очищаюсь от всех последствий и всех крючков и зацепок. Второе. Я расторгаю все контракты моего сына, моего рода сантимиром, на которые я имею право. Я очищаю моего сына Владимира, мой род, от всех последствий этих контрактов, от всех крючков и зацепок, если я имею на это право. Третье. Перехожу и перевожу моего сына, мой род, из матрицы смерти в матрицу жизни, долголетия, света, добра, мира, счастья, благополучия, процветания, любви, гармонии, совершенствия. Аспекты. Еще раз хочу проверить, убрала ли я все последствия, крючки и зацепки от всех занятий магии. Это вызывание духа, приглашение помощников, рисование знака цельнозора, все, что связано с Ильей. Это работа по лекциям Токаревой, по Луне, по книгам Степановой, посещение церкви, церковные обряды. Все убираем. Второе. Прошу прощения у моего сына Владимира и племянника Александра за то, что не хотела, чтобы они рождались, так как в глубине души я понимала, что этот мир плохой и жестокий. Отменяйте мысли, посылай им свою любовь. Я счастлива, что они есть в нашей семье, что они пришли сюда к нам. Когда была беременна, я очень хотела девочку, всегда очень хотела девочку. Когда родился сын, то было у меня разочарование. Тогда УЗИ не было, и я не знала, кто будет. Но я догадывала, что будет сын, наверное, потому что я хочу дочь. И вот от меня эти мысли, эти желания, разочарования, я его очень люблю. Я благодарю его, что он пришел ко мне, в мою семью, в слайму, в свою любовь. Отменяя все мои решения предавать себя, предавать мою маму, моих близких. Отменяя все мои решения болеть, страдать, умирать. С детства и всю мою жизнь оболела и болею. Было несколько операций, были удалены некоторые органы. В студенческие годы ездила в стройотряд. Вот это буквально одно лето, даже не лето, меньшее лето, что со мной происходило. Ездила в стройотряд, и перед поездкой нам поставили несколько тяжелых привиловок. Это обрюшного ТИФ, энцеполита, по-моему, еще что-то. Все ребят перенесли нормально. А я перенесла так плохо, я так тяжело болела. В стройотряде, видимо, нам, насколько я помню, прямо перед поездкой поставили, потому что я болела именно в стройотряде. Вообще было очень тяжело, температура вообще несколько дней лежала. Было лето, наши отряды попросили помочь колхозу прополоть овощи в поле. Было жарко, и мы пили воду из ручья. Тогда как-то, тем более, ребята, стройотрядники, бутылочек там с водой, ничего этого как-то не было, такие безалаберные были. Вот. И никто после этого не заболел, кроме меня. А я заболела вообще страшно из-за материи, чуть не умерла. И это вот буквально в одну и ту же поездку. Я восстанавливаю мою... А, да, полностью отменяю эту поездку. Даже мысли о том, чтобы поехать туда, вообще не нужно было ехать. Я восстанавливаю моё здоровье, моё физическое тело, мой иммунитет. Дальше. Предательство моей мамы. Она всю жизнь болела, а вот в конце жизни болела очень тяжело. И я хотела, чтобы она умерла. Было тяжело вообще смотреть на все эти мучения, страдания. Я не хотела, чтобы мучилась она, и не хотела, чтобы мучились мы, потому что тяжело всё это было. Я прошу о моём прощении. Дальше. Отменяю все мои походы до отца, к ламам. Я обращалась к ней и по здоровью, и по жизни. У нас это принято как-то в Бурятии. Мы ходим и в церковь православную, и к ламам ходим, в дацаны. Однажды я попросила открыть дорогу в Америку, он не открыл. Провел какой-то обряд. Потом я выбросила что-то в реку по обряду. Я отменяю все мои участия в буддийских обрядах. Дальше. Ну, я это немножко изменила. У меня был секс во сне с кем-то. Вот я это хочу посмотреть и разобраться, что это вообще такое. Ещё иногда я чувствую запах сигарет, хотя в доме никто никогда не курит. Вот. Вот это вообще тоже. Вот это, мне кажется, очень важно. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да, я в эфирном пространстве. Что я, видишь? Как только я погрузилась, то увидела просто такой открытый портал. Выглядит такой вихрь чёрный, как хвост. И почему-то прозвучала «Сестра». А мы о ней забыли совсем. Да, аспектов не было. Ну, да. Хорошо, история. Отсоединись от этих ситуаций. Да. Значит, ринадия, эфирном пространстве, эфирной террации. Валентины. Один, два, три. Валентина. Ну, вот я вижу вот этот вихрь чёрный. Он движется. Он не стоит на месте. Он движется как живой. От сектора магии. И вот так перемещается. То есть от левой ноги к правой ноге. И меняет форму как-то. И цвет, когда переходит вот этот спереди, то превращается в такую какую-то, считывается, куколка. Ну, вот как этот, как шелкопряд куколка. И чёрный вихрь вот так раздваивается и соединяется с сектором интерферентов. Там кто-то чавкает, как кушает. И этот вихрь вот так и идёт к Валентине. А её энергосфера как будто бы вот так её засасывает. Вот здесь её как будто бы засасывает. Это как отток энергии идёт, да? Ну, это не просто отток. То есть её как будто бы затягивает энергетическое поле. Я слышу другого измерения. Угу. Так. Нактори, ты видишь эфирное тело у Валентины? Сможешь считать эфирной тело? Да, я её вижу. Оно тоже имеет такой вид, как будто её энергосфера вот так сплюстнута. И вот здесь буквально рассчитывается, как пробрался. Вот эта чёрная энергия, она считывается чужестранец. И вот сейчас я рассмотрю его. Эта энергия, похоже, она рассчитывается, вот метафора идёт, как будто такой какой-то считывается паразитический аспект. Как будто голова какого-то монстра. Один только рот. Где-то там у него есть, наверное, глаза, потому что глаза где-то там есть, непонятно где. И он так вот как бы рыскает, знаешь, выискивает. Как хищник. Да. Сейчас я смотрю в это время. И проявляются вот эти какие-то ситуации, много их там. И Валентина как будто бы подвержена программе. Утаится. Утаится внутри. Я вижу у неё на голове такая энергетическая субстанция, которая как колпак её. Вот так взяла голову. И такая, это внутри у неё в энергосфере. А энергосфера вот так сплюснута вот с правой стороны. Как будто бы затащила её, затянула в этот вихрь. Вот. И она держит как будто бы ну как куклу или ребёнка. Вот так. Как бы хочет спрятать, а потом бросает этого ребёнка. Да, это вот. Этот случай, который она... Связан с сыном Владимиром? Да, оно звучит, Владимир. Сейчас я считаю. Я вижу, что у неё присоска. Там, где третий глаз. Буквально очень чётко видно такая как Вантус присоска. И от этой присоски идёт тоже подключка в сектор подписания контрактов. Так вот, зигзагом разворачивается в сектор магии. И я вижу там какой-то ритуал делают. И я слышу речитатив. Это вызывание духов. Там крутится... Вверху крутится чёрный... чёрная тарелка с цифрами. Как будто бы это циферблат... Я слышу циферблат времени. А снизу эта тарелочка вот так движется, и я слышу, как она звучит, стол. Вот. И падает вниз. И вот эта же сущность, которую я вот здесь видела, вот она там выходит. И такой звук жуткий, вот это, как в фильмах ужасов. Ха-ха-ха-ха. Типа насмешник. Что, Виктория, давай читаем эфирное ДНК Валентина Малейта? Да, это она. Я вижу, у неё ещё одна подключка, очень такая чёрная, прямо в сердце. Хорошо, Виктория. Спросил Валентины, разрешает ли она потрудиться с ней, для неё. Хорошо. Она разрешает, говорит, что ей нужно разорвать контракт. Вот так показывает после левой стороны. Спросил, что это за контракт, когда она его подписала. Ну, давай мы потом это посмотрим. Тут я пока не забыла ещё, мне настойчиво идёт, как будто у неё, сальмонеллёз, притаившийся вот это. то есть это, да, какая-то бактерия, палочка. Кишечники, она опасна, и она, как бы, я слышу, испытывает организм. и с этим связана тоже, она влияет на сердце тоже, изматывает силы. Хорошо, Виктория. Посмотри, с чего нам лучше начать. Ну, вот это зверюга, которая там пробралась к её энергосфере. Приказывает. Валентина, да, слышу, Валентина. Она сама у себя находит в секторе магии. Я вижу, это тарелочка. Что во время принятия этого решения, это и этого. Сейчас я посмотрю, что там происходит. Какая-то сущность встала во время этого ритуала, чёрная сущность. Считывается доминанта сознания, выглядит как столбик такой деревянный, типа чёрный, как сухое дерево, деревянный столбик с руками и с ногами. Такая коряга. И рассчитывается доминанта. Это как раз и есть вот этот у него, где голова, такие зубья. Где-то непонятно, где глаза. И он берёт эту тарелочку и считывается как ритуал фальсификации реальности. Взял эту тарелочку и вот так прицепил вот где этот портал открылся у Валентины. И в этот момент Валентина вот так как спряталась. То есть вот эта программа сработала. вот этот дух как эта энергия как будто и в неё вошла. И считывается вот так доминанта сознания. Эгрегориальная функция ну как подсоединение. Как эта программа влияет на неё в жизни? Как это проявляется? Я вижу что эта энергия она вот так как делает машет пальцы и всё время приоткрывает какие-то чёрные как будто книга в секторе интерферентов и она эта сущность приоткрывает эту книгу и показывает что там что-то есть более светлое говорит твоё дитё Посмотри Виктория что это за энергия на которую показывает эту сущность что это в этот момент вижу что ну вот звучит Валентина имя фамилия смотрит на её сердечную чакру а там изъян и подключка это чёрное и я спрашиваю что там находится сейчас я смотрю я вижу что там такая энергия сейчас я считаю чья но от этой светлой энергии такие идут как ниточка и бусики нанизаны друг на друга много таких бусики это что это выглядит как будто это событие но там потеря себя я вижу что там такая светлая энергия как будто вот ну такая микроскопическая маленькая Валентина привязана вот за живот нанизана одинаково да то есть и висит как над пропастью и это все привязано вниз уходит в нижнее пространство внизу вот этот циферблат вызывание духов как крышка от кастрюли и там вот эти римские цифры вот это событие это бусинка с этим циферблатом это первое или какая-то по очереди находится это событие там под этой крышкой такая сущность огромная я слышу волосатая и сейчас смотрю а там колдун такой черный с шапкой ходит ну и так громко в сапогах таких и такое как эхо идет так бум так ходит туда-сюда в секторе интерферентов вижу что у него в сердце как-то много таких вот миниатюрных бусинок этих энергий потерянных считывается пройти сквозь себя и такая метафора как будто черную нить продеть в себя она считывается дух капуцинов и этот вихрь так зашумел и пошел вниз это дух уничтожения души противостояние духу жизни где-то где-то внизу находится считывается что это эгрегор слома поломки духовного состязания что это за духовное состязание в этом контексте обозначает сейчас я посмотрю там какое-то событие находится как черном таком шарике считывается приманка это как зацепка да смотри виктория что это за событие такой шар черный шар как будто бы воздушный такой и там он как по диагонали чуть ниже как экватор знаешь и там эта тарелочка этот циферблат черный с этими цифрами а под этим циферблатом находится энергия валентины как будто бы она там сжавалась скрутилась и держит это на себе вот этот циферблат и так на спине знаешь так вот скрутилась вот этим как будто под столом то есть этот циферблат как стол она как будто бы под столом держит и вижу что у нее руки и ноги связаны и идет такой образ как овечка овцу как хотят убить или куда-то перевести то связывают ножки все четыре вместе чтобы она не убежала и вот она там как будто бы вверх ногами вот так с этими ножками связанные и что интересно у нее руки и ноги и вот там где перевязаны эта программа так работает как будто бы копытца черные и я вижу я подумал что это за копыта а она считывается вот как этот пафомет сидит там еще ниже что это как бы его копыта его духовная сущность и я вижу что во время этого ритуала вызывания духа в считывается произошла прошивка и сразу считывается что она происходит каждый раз был сугубляется когда она протяжении жизни валентина это так у всех происходит она делала вот эти ритуалы вижу что-то как бы рассевает буддийский храм потом какой-то крест как будто бы она идет по дороге лежит крест она его просто отрывает и с этой дороги и он ее так гвоздем как лоб вот это то есть я вижу что любые соприкосновения с ее с любыми ритуалами они очень сильно сами по себе усугубляются из-за этого ритуала вызывания духа и как бы усиливает тот эффект считывается разрушение души вот этот эгрегор и внутри этого всего-то внутри как уже другое пространство измерение совсем другое там сияет что-то внутри знаешь как будто посмотришь сквозь пространство нет и сквозь воду как будто бы сквозь такую дырочку там сияние такое я посмотрела и я считывается что это потерянные души свет вот свет первотворца потерянные души это такой эгрегор порабоченный души находится вот эти потерянные во время этих ритуалов вызывания духа я вижу там есть контракт да и от этого эгрегора вы там есть такая платформа как стол черная форма и там идет такое я вижу как черный молоток который я раз бьет по этим потерянным бусинкам то есть духовной сущности и делает их плоскими чтобы они поместились в сознание я слышу первотворца сло люцифера вижу что целостный разум он не может поместиться туда он не может использовать то есть и идет переработка уплощение упрощение это выглядит так как будто бы взяли шарик вокруг такое кольцо черное с такими прищепками ухватила вот по экватору этот шарик и вот это как растянула тут как батут да вот так вот растет просто и этот шарик превращается в плоскость и потом я вижу как через тоже с правой стороны у этого бафомета люцифера то есть бафомет это не сущность бафомет это система управления человеческой душой вызывание духов это служение дьяволу служение разрушения то есть это такая программа грегор такой то то есть эта система система управления человеческим разумом через вот эту фальсификации и реальности посмотрим контракт который валентина подписала сейчас я ее что интересно и и самой как бы в том в той ситуации где она вызывала духа как бы нет а структура вся эта осталась я подумала почему идет вот ответ потому что она продолжает быть жертвой то есть она продолжает подчиняться воле других и поэтому эти расторгнутые контракты как бы теряют силу вот этот расторжение контракта теряет силу я слышу что нет последовательности то есть желание и действия как бы непоследно то есть не противоречит друг другу и я вижу что подумала на что она согласилась и снова я слышу давай ха-ха-ха и она согласилась чтобы ее вот душа как будто бы черная сущность такая вот маленькая берет эту плоскую ее как большая монетка подвешивает на крючок так зачем так работает программа я слышу уже второй раз слышу инфаркт да то есть это отказ от себя от к потому что сердце это центр любви там живет энергия любви первотворца любовь к себе к людям то есть вот это и я вижу что это такой этот эгрегор разрушения который разрушает первую очередь вот эту энергию любви этот код жизни и код гармонии на этом все держится спасибо валентина зачем ей нужен был этот контракт сейчас она вот сияющая проявилась возле этого этой тарелки где вызывание духа и она буквально у нее желание было спрятаться под стол поэтому вот это а так программа и сработала я ее спрашиваю зачем ей было это и вдруг она это все осознает она видит весь свой жизненный цикл я слышу видит этот циферблат и такие энергии глубокого разочарования и слезы так брызнули у нее как из глаз то есть я вижу что у нее вот это покаяние наступило то есть поэтому вот сейчас она все разрывается это вся конструкция потому что она увидела вот связь теперешнего с прошлым контракт если она хочет она может расторгнуть этот контракт я и говорю да что она может просто выйти с этой ситуации отменить это это вызывание духов и расторгнуть этот контракт я вижу что в этот момент она вытаскивает свои руки и ноги одновременно с этого черного это как вот это сущность и зубьям из такими как червь такой паразитический субъект да то есть вся вот эта тьма так называемая антимир другими словами это все паразитическая субстанция вот и она вытаскивает это соглашение быть пораженной быть я слышу овцой приношение то есть приносить себя по жизни в жертву вот как вот это овечка я вижу как расторгается этот контракт и разрывается эти путы которые вот держали эту программу эту овцу и она вытаскивает руки а у нее руки базуки огромные руки вот вот отсюда я смотрю что это такое а там такие шары огромные на руках и она вытаскивает ноги и на ногах тоже такие шары сейчас я посмотрю что они такие твердые какие-то так какой-то схоластический аспект сейчас я посмотрю что это такое сейчас я смотрю что внутри этого а сверху оно выглядит как такие бусинки из сделанные сделанные ракушками такими сверху слой такой твердый а внутри там где кость руки там такой черный стержень я спрашиваю я спрашиваю где ее руки живые почему она вытащила чужие руки а она показывает что ее руки кисти рук и пальцы там остались в нижнем пространстве и от них такие идут как ниточки и завязываются там как веревочки считывается какой-то контракт преждевременный посмотрим сейчас я прошу помнит ли она 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 говорит что она помнит и вдруг ее энергосфера она вот проявляется другим человеком у нее на голове какая-то как будто бы месяц какая-то конструкция вот так как месяц с такими рожками а сверху накрыто таким прозрачным покрывалом что это за человек как ее зовут это она я вижу ее лицо сейчас я считаю но она так как будто бы это не она как будто бы я слышу пришелец то есть лицо как бы ее энергии есть но она как знаешь как странное свечение это не ее то есть как бы с энергия двух сущностей как маска может быть векторе ну она очень странно выглядит это субстанция такая ну скажем так как привидение золотого цвета выглядит которая вот перед ней стоит а вот и именно у этой сущности вот эти руки базуки такие огромные вот эти пальцы и тянется подключка от этой сущности в сектор магии магии кто находится в секторе магии давай посмотрим приказываю кто в секторе магии проявить согласно физике физической днк я вижу там чей-то язык который длинный и похожий на змеиный такой он так движется чей-то язык приказывает происк сейчас проявляется такие два шара огромные вместо глаз рыбий хвост как-то все кусками в каком-то пространстве разодранном а сбоку стоит сущность вал бал я слышу с рогами такими же рогами как у этой и это золотая тетка начала как как уменьшаться а этот балл стоит я смотрю а он курит трубку курит как сталин это илья так приказы или отвечает что он делает в пространстве валентины он говорит ее руки служат мне так каким образом контракте валентина где это соглашение отдать ему руки и я вижу с этого портала от ильей вылезает такая сущность белая как лист такой толстый он утолщается когда выходит в ее пространство да считается это как гипноз навешивание ярлыков это программа это дух капуцина капуцина дух капуцина то есть разрушение человеческой души утилизация это эгрегор вот это это считывается магия мафия это как раз и есть механизм уничтожения вот этого света божественной души и он снова говорит что ее руки служат мне и тогда посмотрим то событие когда валентина приняла этот гипноз от или что дело валентина в этот момент а я слышу что она отдала себя другому человеку расчленила себя я вижу что в тот момент выходит какая-то с от моносы ильей выходит какая-то непонятная сущность называется помощница помощница такая как будто бы это месяц только вверх ногами и так эти рожки это как ножки и получается такая попа вот называет себя медсестра такая вульгарная вся с такими красными губами огромными и тоже вся такая разодранная какая-то я слышу потеря целостность то есть получается что в этот момент валентина обратилась за помощью к тем у кого ну за целостностью типа потому что человек здоров тогда когда он целостный внутренне когда он гармоничный вот когда он делает добро для себя в первую очередь тогда он и целостный поэтому он и здоров она обратилась к тем кто сам подвержен этим упырям программам жертвы сам является весь разодранной да потому что сам уходит на утилизации так в чем был гипноз Виктория я вижу что я слышу измененная реальность сфальсифицированная реальность и я вижу что дубликат они получили этот антимир так называемый получил дубликат ее рук а руки это через руки проходит заряд творчества творение то есть в тот момент когда человек использует свою внутреннюю силу не во благо не по принципам как она работает а по каким-то магическим принципам вот это происходит буквально услышала как отломались ее руки они я слышу что они не нужны то есть это отказ от своей божественной сущности вселенная очень конкретно тебе не нужны руки творить добро любовь и гармонию значит они тебе не нужны и отваливаются в эфирном плане а в следующем воплощении человек я вижу уже эта программа работает рождается уже без рук без сна потому что в предыдущих воплощениях человек уже отказался от этого и так я слышу потери потенциала деволюции вот это есть вот этот эгрегор капуцинов вот эти обезьянки капуцины да они показывают наглядно да что происходит с человеком когда он отказывается твои от своей божественной сущности и чтобы этот процесс ускорить то было организовано а я слышу кремлевская шайка в этом портале где находится илья с моной они как будто бы наколоты на красную звезду этот бафомет ваал то есть дух ваала в илье работает и он наколот на верхнюю на верхний луч этой звезды которая там на башне а моно вот с левой стороны на эту правую как бы на правый луч и это все управляется орденом капуцинов которые управляются духом люцифера который вот собирает через эту всю систему эгрегориальную энергетическую поломанные души и он ну и продолжается там их воплощение и превращение и растения да да ваша виктория верническая эфирного тела валентины да она как раз стоит рассматривает эту тетку которая перед ней да да с этими рожками и она уже такая стала такая знаешь как тряпочка вялая и вижу как валентина так брезгует этим от себя это отрывает эту липучую энергию я вижу как она берет этот стол с часами то есть этот момент смотри магия любая магия абсолютно любая почему на одних действует а на других не действует потому что она привязывается на решение как бы подавить себя отдать я слышу репутацию свободного человека в руки демонические в эти деструктивные видит валентина этот гипноз который на нее действовал да она видит а он уходит как сердце как это змеюка такая белая а внутри черные то есть гипноз он сверху кажется привлекательным не то что привлекательным своим потому что как белый свет свет души он белый да потому что совершенство она как бы сверху считывается как свет а внутри там уже как другие измерения внутри и цвета другие и звуки другие а все то есть это как свой чужой у нее поломано это я слышу что у нее имплант в груди в сердце какая-то модификация особенная я посмотрела какая я вижу там кремлевские часы и привязка идет именно к сектору магии а илья с моной они считывается как уплотнитель дефектов то есть он пришел для того чтобы не дать человеку освободиться это его главная миссия и буквально звучит утопить загубляет да да то есть он цепляется за те приманки и вызывание духов вот это что происходило в детстве это выглядит знаешь как вот как приманка вот вот она так в секторе интерферентов она как возбуждает этих паразитов духовных и из других измерений вот этим и привлекает к себе так а вот это имплант в груди это что за программа сейчас я посмотрю считывается модификация кремлевская модификация и там такие как шестереночки и петля такая вот пошла от сектора магии и там это красная звезда и вижу там как какая-то резолюция и кто-то так пух стукнул уплотнить мир стукнул как будто бы решение суда да сейчас посмотрите кто это стукнул приказуем проявиться вижу лицо патрушева она такая вытянутая или он весь вытянутый как червяк такой и что-то он что это за резолюция что это такое приказуем отвечать что это он там утвердил закон он как-то лежит вот так как я там видела как знаешь как такие как в ракушке там эти створочки приоткрыто и он туда это уже салют я засунул именно туда где у я видела самого начала вот это он эту резолюцию за сумму какой-то институт я слышу не управление сознанием доминация доминанта доминация сознание люцифера это какой-то институт я его вижу как он выглядит это здание институт распространения лжи модификация сознания это по-нашему это называется пситехнологии а считывается это вот так как я говорю потому что в эфирном пространстве там все очень конкретно так приказу этому патришу отвечает с какой целью он утвердил этот это резолюцию зачем ему это нужно у этого патрушева такая голова вот здесь вот так как-то как шарик болтается голова путина как трафарет такой это же этого золотого цвета как эта тетка с этими рогами зачем ему это нужно с какой целью он это сделал приказом отвечать сквозь этот патрушев как будто бы у него сердце еще одна голова вот это торчит и там вот этот голова путина лицо путина как трафарет такой не как человек и сквозь это сердце так называемое вот у этого патрушева вылезает как этот дух черный этот палочки эти как паразит который я видела и он говорит так шипит как змей что и говорит что им нужен нужны души человеческие я не хочу повторять это эти этой интонации чтобы сильно не настраиваться я только смысл передаю чтобы как бы не заражаться этими энергиями на ректоре это вот сейчас прозвучало современная пропаганда насилия над собой то есть это формирование вот этих жертв и программ жертв посмотрим на примере валентины как это сработало на ней повлияло на нее это резолюция она вот говорит информация от нее идет что отдала свое сознание часовщику кто это такой часовщик приказано проявить согласно эфирной днк так идет подключка в сектор магии идет как будто бы вот я слышу раздвоение личности какая-то программа уходит как рогатка такая гипноз так чей-то гипноз кто на физике в секторе магии приказывает проявить согласно физической днк я слышу капуцин кто это как капуцин приказывая ему снят все иллюзии все защиты на статье магии голоса отвечать кто он такой там такие слои снова такие слои как у валентины были на руках в этих шарах такие же слои вот как за и шить или бусинки которые делают ракушечки перлы она вот так отслаивается отслаивается внутри кто-то малюсенький черный какой-то как червяк что это за червяк там такой считывается как отросток и все тренд как отросток вот так и сектора интерферентов в секторе интерферентов как такой чурбан вот этот и такой отросток сейчас я посмотрю кто выполняет роли на физику кто проявлен кто проявляет этого духа на физике идет и я тащит как бы за волосы ману буквально ее тащит говорит что он ее приволок притащил также говорит он ее как будто бы съел и говорить что она ему принадлежит и вот она у него в животе внутри находится сейчас и он говорит что он что она творит для него чудеса и у него живот вот так светится как будто бы он такой светлячок живот светит потому что у моно и еще осталась энергия а насчитывается вот так я слышу творчиха то есть это как слышу так и говорю то есть энергия творца а он совершенно черный дух вот и он говорит что он главный капуцин кремля и он берет я вижу от вот что-то вот так как бы вытаскивает через эту всю структуру где там это они и я слышу и и это звезда красная и это все вот так в кучу сквозь это все вытаскивает там где у валентины вот этот зверь который там был но он уже как бы уменьшился его уже там столько много нет но осталось эфирный след я слышу и и он говори что он раздает ну как знаешь садике раздаточный материал говорит что он трафареты капуцина в раздает то есть вот это вызывание духов помощников на самом деле это вот эти трафареты эти тарелочки которые возбуждают возбуждают это тарелозитов да да привлекает хорошо если у валентины контракт когда она отдала это сознание часовщику то на руки посмотрим на каких условиях она отдала ему я частичка души я вижу что она дает а он как будто бы глотает и и и руки ему просто в мужской орган там бум упали в яйца буквально звучит продуцировать творчество то есть творите зло зло по саму по себе это те черные энергии магии они бессильны потому что их источник это свет то есть это как ну ну мне такая метафора идет да как борщ сварил там или суп он тебе не понравился взял и вылил выпросил то есть творец это тот кто приготовил этот ужин точно так же вот это творение человека и его божественной душой то есть это творение это как бы ничто по сравнению с самим божественной частью человека и и он должен управлять этим своим творением а когда человек позволяет через страх этому творение управлять собой то это так выглядит как будто бы этот суп начал управлять своим поваром логика та же самая вот вот то есть она отдала вот это свой способность творить любовь добро гармонию в первую очередь для себя быть собой для того чтобы он дальше провоцировать ну творил этих типа помощников да что валентина получила взамен я вижу что ее энергосфера вот внизу первая вторая чакры она сильно оттяжелела и это черная энергия вышла и именно вот эти тяжелые черные энергии от них идет уже по ментальной карте рассчитывается затвор то есть такой как за запор затвор который закрывает вход в будущее то есть это прекращение я слышу жизненного цикла спасибо валентина видит ли она эту информацию эту цепочку событий и решение к чему это произошло она снимает и такие искусственные глаза и просто кричит так знаешь с таким надрывом я отдала ему жизнь я и говорю что она сейчас может расторгнуть этот контракт с этим главным капуцином с его слугами и вернуть ее энергию потому что это ее время это ее жизнь и это ее опыт никто не имеет права сейчас руководить пусть он забирает этого доминанта к нему же и пусть она восстанавливает я слышу цикл сознания то есть вот этот внутренний критик в сердце именно через любовь происходит определение добра и зла я вижу как она видит эту подключку которая сверху считывается как белый свет как добро как добро эти помощники это медсестра и оно так как искусственные какие-то механизмы посыпались все ее пространство и она буквально я вижу как она как будто бы откусывает эту пуповину к сердцу я ей передаю чтобы она уничтожила этот чужеродный механизм определение добра и зла да это я слышу критический искусственный да то есть потому что кремлевская я вижу это пропаганда взламывает понимание добра и зла внутренней внутри человека есть уже механизм совесть который распределяет все определяет но именно сознание можно обмануть и она начинает вмешиваться оправдывать зло и я вижу как валентина вот этот образ шел что она идет по черной дорожке которая как крест лежит перед ней и она этот крест снимает вот так с дороги выбрасывает в портал я вижу как она как будто бы такой процесс как просыпается я и передаю чтобы она обратила внимание что в ее сердце находится чужой механизм я слышу модифицированный да то есть вот эта пропаганда модифицирован вот этого пропаганда быть жертвой пусть она отдает этому капуцину главному всем этим капуцинам этой кремлевской мафии все их воздействие и этим ученым которые работают для того чтобы мы же работали с одним ученым которого они убили за то что он говорил что нельзя эти технологии использовать а они его убили вот и пусть она отдает это все и я вижу как с нее она поднимается вверх а с нее сползает такая какая-то энергия как кисель поэтому это и есть эти медузки эти энергии киселя то есть замылить сознание превратить в ну вообще идет так замылить поднимается вверх я ей передаю чтобы она и покрывала этой чужеродной энергии и какой-то запах дыма уходит как такой этот с этим всем я передаю чтобы она убрала из ее пространство жизненного всех паразитов все энергетические субстанции и вместе с этим такой пучок целый пучок как многожильный провод из сектора магии и вдруг я слышу вот это сестра ее голос ты должна вот ее голос такой надежда да он почему-то скрипит так идет мне ты должна остаться с отцом ты должна вот она кричит я передаю я передаю Валентине спрашиваю должна ли она кому-то что-то и она вот так смотрит вокруг потому что есть только я хочу а не я должна я я ей передаю что сейчас Валентина может отсоединить всех этих она считывается это сестра как пиявка прицепка она находится в секторе магии по отношению к Валентине приказывает и надежды отвечать что она делает в пространстве Валентины она находится в капсуле сознания так я вижу какого-то знаешь как считывается костный мозг такой круглой капсуле и от этой капсулы идет такая черная подключка как укус комара как его нос этот и это подключка идет вот с левой стороны голове у Валентины и ее покрывает всю голову такой как черной вязаной шапочкой вот и у нее такие же вот энергии как у этой моны вот языком плетет черным языком магию точно так же это надежда плетет я слышу пленение души и Валентины с чем это связано это пленение где решение Валентины когда она согласилась на это это все связано с внутренним поломанным критиком Валентины потому что я вижу что это надежда одной рукой правой рукой такой черной как будто бы эту шапочку одевает а другой левой рукой как ковыряет дергает за ниточки вот это в сердечную чакру к этому поломанному сознанию определение добра и сла так как когда манипуляции Валентина если она хочет может приказывать надежде выбирать манипуляции отказаться принимать насилие пусть она это сделает я передаю Валентине что она может просто вытолкнуть всех из своего пространства очистить свое пространство от чужеродных энергий потому что в ее пространстве должна быть только она и больше никого и пусть она вернет все ее потерянные и вот она возвращает эти свои руки показывает пальцы вот кисти и эти меридианы вот так начинает сияющие такие двигаться и соединяются внутри ее пространство ну как и должно быть да без всяких выходов во внешние хорошо пусть она восстанавливает это внутреннего критика забирает отваливается там где вот это живот где считывается сальмонелла то есть подавленная сальмонелла вот я передаю Валентине чтобы она восстановила сейчас свой духовный иммунитет физический иммунитет восстановила внутреннего критика распознавания свой чужой и я вижу у нее имплант она вот так сделала как бы вышмаркалась и такой черный имплант как треугольник из носа то есть у нее даже это на уровне физики эфирных этих субстанций потому что нейроны улавливают не только сознание определяет свой чужой но и физическое тело определяет по запаху да да то есть это лимбическая система берет участие в этом я передаю Валентине чтобы она восстановила целостность я вижу что с ее сердце выходит такая как сетка как будто бы это выходит из нее такой глаз ну глаза глаз такой сеточкой кровеносной и она кричит из нее из сердца выходит это подключка ей и этот фантус тоже уходит один-дорой и ноги срастаются то есть ее энергосфера была как разрезана снизу а считывается этот разрез как подача ну как блюдо подают точно так же человек жертва подает себя на съедение другим это уходит я передаю Валентине чтобы она наполнялась светом своим внутренним светом пусть отсоединяется от всех эгрегориальных систем вот этой системы капуцин забирает свои она вот это распластанную свою душу оттуда забирает высматривает и видит что внутри там такие как желоба из в которые вложены такие черные энергии это считывается магия уничтожения себя и она это выталкивает это все уходит вот сектор магии я вижу как эти часики которые там с римскими циферками были большими разломались я передаю Валентине чтобы она сейчас забрала все свои энергии когда она выполняла какие-то ритуалы когда она мысленно или физически соединялась с антимиром выполняла чужие чужой воли пусть отказывается это делать возвращает ее волю ее жизнь ее любовь гармонию к себе пусть очищает ее пространство все чужеродное пусть отправляет в антимирную аннигиляцию я вижу как она снимает этот имплант этой тетки с этими рогами с этим покрывалом и выпихивает и этот язык моны тоже уходит я передаю Валентине чтобы она отдавала этой моне всю ее магию и Илье и пусть всю карму получают за ложь за насилие а также этой московской пропаганде которая пропагандирует быть жертвы Виктория Патрушев находится еще в ее пространстве ну вот я же как раз помогаю ей выйти она выходит с этого глаза то есть вот эти психотехнологии это пропаганда это все это как раз как будто бы это такой огромный глаз который поглотил вот этот Патрушев его резолюция от своего имени Патрушева приказываю брать его резолюции человеческое осознание насколько я имею власть я приказано забирать его эти резолюции и в нем вот эти профессоры там сидят я их видела этим профессором и этим ученым этим всем которые едят вредят людям мы это видим и их магию разрушаем и запрещаем обличаем запрещаем лгать использовать приемчики против свободы человеческой души приказываем забирать их воздействие насилие обман пусть применять на них же и карму пусть забирают я вижу как валентина и энергосфера стала как шар но она снимается с рук такие рукава такие рукава как это вот знаешь елена какая-то там премудрая прекрасная которая которая из рукавов там выкидывала то лебедей то еще кого-то это символ магии я слышу чернокнижника и я вижу что это сказки это внедренная искажение реальности то есть это привлечение к магии да потому что не в рукавах сила и не а сила в сознании и в любви в сердце и вдруг я вижу этот третий глаз который вот вантус из это присоска из третьего глаза у нее уходит вместе с этим третьим глазом а этот третий глаз он искусственный как этот масонский это символ всевидящего ока который берет под контроль человеческую душу когда человек разрешает это вмешиваться в его решение другим придает себя и в этот момент я вижу как разрушается эта программа как ножки связанные у этой овечки и вместо этого искусственного третьего глаза у нее ее глаза открываются и начинают сиять и она вот так раз и смотрит к первотворцу когда она повернулась к свету первотворца то у нее вот эти путы на руках растаяли от этого света куда она смотрит и от первого творца вот правой стороны идет такая энергия такая очень нежная и такая умиротворяющая и добрая очень и он поворачивает ее этот свет а она сзади и вся сшита и у нее такие крылышки крылья ее сшиты в кучу а вместо этих ее лебединых крыльев такие как у бабочки у стрекозы такие знаешь стеклянные и эти стеклянные с этими черными нитками отваливаются и она взмахивает огромными крыльями как у лебедя и я вижу когда она это поднялась еще выше другое еще выше измерения я подумала какое-то по счету измерения это пятое измерение она поднялась своим сознанием а только свободный может не пришло не сознанием это только свободным человек свободный может управлять своим духом тот который я слышу прошел физические испытания принял решение быть свободным то есть вот это измерение духа это знаешь как выглядит это выглядит как будто в ракушке вот находится этот зародыш такой и он хочет распрямиться но ему как помешают эти потолки эти слои то есть эти потолки эти слои это межпространственное натяжение это видела еще самом начале моей моей практике то есть это как мембраны клет каждая клеточка имеет мембрану свою то и все эти измерения тоже имеют мембрану и чтобы пройти сквозь эту мембрану высшее измерение нужно пройти вот этот контроль свой чужой и только когда человек свободен от этих низковибрационных энергий от этих своих темно-магических решений вот только тогда он считывается потому что вселенную обмануть невозможно он тогда считывается как свой открывается дверь и он проходит в следующее измерение таким образом когда человек идет по пути самопознания правильным путем а не магическим тогда он вот раскрывает себе вот этот потенциал и постепенно переходит на более высокий уровень своего осознания и приближается к своему внутреннему творцу потому что это так интересно не знаю как это объяснить ментальная карта это показывает что это как бы вот здесь потому что вселенная большая но одновременно это находится и внутри то есть это центр вселенной это сердце человека и центр как у вселенной есть центр это бог творец точно также центр вселенной человека который устроен точно также как вселенная и когда человек освобождается то он освобождает часть общей вселенной и поэтому каждая миссия вот этого освобождения правильным путем анималлическим то это выполнение своей главной миссии освобождение себя и освобождение всей вселенной решает или давай этот вопрос такой валентина когда рождались и дети пишет что понимала что этот мир плохой и жестокий и не хотела рождение сына и племянника пусть она зайдет в те моменты отменить и желание в день рождения на самом деле да я слышу это отказ от себя то есть так работает программа тот кто желает себе добра на самом деле по-настоящему тому такие мысли в голову не приходит то есть это демонстрация своего внутреннего блока своего внутреннего отказа проецирует свой внутренний мир на дата тот кто предал себя предает других это всегда так происходит а системе вот этой злой системе нужны такие люди чтобы придавали себя почему потому что им нужно чтобы эти люди служили одному какому-то то есть в данном случае вот я слышу партия капуцинов которая разрушила целую страну и многие народы миллионы людей валентина еще отмените и желание разочарование когда вместо девочки которую она хотела родился сын владимир она снова идет отказ от себя и отсутствие благодарности да то есть нужно благодарить потому что свою душу бога творца вселенную за то что так происходит что дает жизнь душу если она хочет она может родить владимира чистыми без программ выразить его благодарность я вижу как она отрывает от него эту черную подключку и сердце то есть своим предательством она вырастила эту подключку предательство в сердце ее сына а сейчас она и это убирает я передаю чтобы она родила его но этого сына владимира чистым гармоничным она принимает его таким как он есть и ситуации да хорошо валентина хочет отменить поездку в строительный этот какой-то строй отрат изменить ее решение откажется негативных принятия негативных решений и я слышу укол укол возмездия то есть вот эта программа ну нужно понимать что программа жертва скажем то когда в присутствует то всегда присутствует и наказатель вот он он уже второй раз проявился то есть это программа наказывает человека потому что с одной стороны божественная душа хочет для себя самого лучшего но когда человек идет по ложному пути то включается вот эта карма и вот эти все случаи когда вот она говорила что никому ничего не было а ей было плохо это как раз и а я слышу умышленное убийство хорошо валентина расторгла контракт и пусть она отказывается от принятия этой этих возмездий я вижу как она эту воду которая 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 пила с этого ручья она уходит и этот укол уходит то есть она не хотела это делать но заставила себя хорошо это отказ от себя не прислушалась к своему голосу и в этот момент я вижу как этот механизм навязанные идеи вот и сердце он уходит я передаю что она полностью восстановила свою сердечную чакру силой своего сознания и отказа пусть откажется от всех тех моментов когда она делала выполняла волю других людей они свои желания и я вижу что опять как бы возвращаются ее руки к ней и вижу как будто она застегивает вот так перед собой у нее как будто бы была распахнута ее энергосфера как рубаха разорвана значит я передаю чтобы она восстановила целостность своей душе всех своих энергетических центров своего физического сознания хорошо делает она это да так валентина хочет отменить те случаи когда она думала своей матери плохо и хотела чтобы она умерла я не мучилась и не мучила их хочет попросить и не прощения матери и отменить негативные желания но я вижу что она говорит к матери в том моменте ты это ты а я это я и это под ключ как матери уходит и я вижу как какая-то энергетическая субстанция вот так поднимается вверх она говорит я не желаю зла и в этот мне не желаю смерти в этот момент и под ключики такие глаза черные как будто сжигаются изнутри она освобождается поднимается вверх как крылья вверх от этой ситуации от этих ситуаций отсоединись посмотрим что происходит как изменилась ситуация когда валентина ходила в дацан кламмом и просила там открыть дорогу в америку этот ритуал изменилась ли эти ситуации она говорит я не ходила я передаю чтобы она стерла со всех информационных полей любые соприкосновения с магией восстановила целостность и и энергетического поля ее сознание физического и на всех мерностях и и чтобы она восстановила гармонию между всеми частями и осознания с высшим я который еще один аспект в 5-6 лет и в баню мыл отец и мам почему-то не хотела ее мыть и она пишет что ей было очень стыдно когда отец и мыл в бане да посмотрим этот момент что произошло с валентиной когда она чувствовала этот стыд что происходило в южном пространстве считывается переработана я ей передыш его на стерла это со всех информационных полей этот стыд эту энергию забрала эти последствия всего она считывается перетерта и видимо недавно во сне снился сон кьяна с кем-то занимается сексом остался лет какие-то воздействия от этого сна я слышу пора домой что это обозначает сейчас посмотрю я слышу вижу два воздействия вот это пора домой оно пошло как по изнутри из нее а с сектора магии такая черная энергия считывается блюдца то есть это как противоборство программ убеждений ложных то и голоса внутреннего своей души вот голос говорит ее пора домой а этот эта программа говорит оставайся это вот эти сущности сектор и вот этот опять да и опять этот нос этого нет нос этого комара что пусть валентина зайдет танцует приказывает этим программам этим сущностям забирать их не воздействие откажется принимать их какие-то энергии но и уже энергии да то есть мы же так и говорим не надо себя насиловать почему мы так говорим нужно прислушиваться что люди говорят то есть мы говорим реальные вещи как она есть если человек поддается своим внутренним программам своему внутреннему борщу или супу который сам наварил то потому что то что мы творим это то что мы наварили натворили да то эти же программы потом начинают и насильничать а вопрос а зачем давать волю этому я вижу как она просто вот выталкивает вот так то это все что пусть валентина очищает все ее пространство от чужеродных энергий закрывает портал и поднимаемся вверх до смотри сейчас на валентина как она сейчас выглядит она показывает крылья она говорит что освободила разум от ложных убеждений от фальсификации реальности от фальсификации реальности хорошо что виктория спроси валентины все ли мы сделали для нее на этом сеансе да она благодарит хорошо благодарим ее дает труд прощаемся с ней отсоединяйся виктория всех и всего поднимается максимально вверх да он проверяет твое личное пространство все чисто хорошо наполняемся энергией жизни, любви, гармонией я посчитаю от 1 до 3 ты выйдешь в физическую реальность я с тобой разговариваю и будешь себя чувствовать великолепно один, два, три возвращайся да мы вошли в 2